ДТП с летальным исходом произошло неподалеку от деревни Шингальчи. По словам очевидцев, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. Водитель Лады Гранты не заметил в темноте человека. У погибшего не было светоотражающих элементов на одежде. Удар был сильным, мужчина скончался на месте. Нижнекамский школьник стал мэром Казани. На один день осуществилась мечта 11-летнего Джейхуна Ахмедова. Это стало возможным благодаря проекту «Мечтай со мной». Его организаторы исполняют мечты детей с тяжелыми заболеваниями. На посту городоначальнику и Джейхуна была деловая встреча с Эльсуром Мельшином. Затем визит на Казань-Арену. Там нижнекамский школьник за закрытыми дверями провел совещание для футболистов Рубина. В конце такого дня мальчик признался, что быть мэром трудно. Однако планы свои, а это стать дипломатом, менять он не собирается. Многодетной матери вынесли приговор за мошенничество. Нижнекамка Наталья Динеева в Удмуртии предстала перед судом. Напомним, женщина просила в интернете всех неравнодушных оказать ей материальную помощь для лечения сына, который якобы болен раком. Своё вино надолго не признавала, уверяя, что это дело рук её покойного мужа. Однако после предвения неопровержимых доказательств во всём созналось. За Вьяловским судом Удмуртии с признанием вины и трёх малолетних детей ей назначено наказание в виде трёх лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Первые заморозки и гололёд не за горами. Синоптики предупреждают, что зима может прийти неожиданно. В комплексном предприятии благоустройства вся имеющаяся спецтехника, а это, к слову, 44 единицы, практически готова к зимнему сезону. Высыпать дорожное полотно будут реагентами двух видов. Это песочно-соляная смесь и водно-соляной раствор. Сегодня в городе пасмурно с прояснениями. Сейчас в Нижнекамске плюс 3 градуса тепла. Через пару часов мы вновь расскажем вам о последних событиях, которые произошли в городе. Напоминаю, связаться с нами можно по телефону 40 07 70 или пишите нам на сайт ntrdefest24.ru. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова